Всем привет! И сегодня будет спонтанное видео на тему NAPC, North American Parkour Championship, который проходит уже в пятый или в шестой раз, я не уверен, в Ванкувере, Канада. Тоже не уверен, но вроде в Ванкувере. Не будет никакой структуры, я ничего там, никаких заметок себе не набрасывал, буду просто выражать свои мысли, как они есть, может иногда будет как-то скомканно, так что если вы что-то не поймете, не стесняйтесь в комментариях спросить, я отвечу. Во-первых, что такое NAPC, потому что я не уверен, что большинство из вас знает об этом. В моем понимании это одни из самых сильных соревнований, которые проводятся в мире по паркуру и фрирану и выступают там также одни из самых сильных атлетов. Там есть три категории, это скилл, спид, это скорость и стайл, они называют стайл, но это обычный фриран, скажем так. Начну я из самого конца, из того, что мне очень не понравилось, из того, что у меня прям бомбит, это судейство на соревнованиях в этом году в категории скилл, конкретно в финале. У нас там участвовало шесть человек, но интересно, это самый первый участник этих соревнований, не помню, как его зовут. Вот его крутой Лач Вакур. И то, что они засчитали, это как стик, хотя там было видно, что это не стик, его откинуло назад. Кто с этим не согласен, пишите в комментариях также, но я считаю, что это был не стик, он просто вот поднял руки, такой, да, я сделал. И вот видно это движение плечами, когда назад, вот опытные люди, они понимают, что вот этот откид, когда тебе плечами назад тянет, он может быть сильным и тебя сразу скинет, он может быть медленным, но тебе все равно скинет. И он, конечно, красавчик, он на хайпе, на том, что публика вся, там зрители еще сидят в зале, все такие, вау, класс, куть, он сделал это. И он такой, типа, да. Я, кстати, я вот честно говорю, я иногда сам так делаю, я чувствую, что я сейчас упаду, мне в подляг, я не хочу еще раз делать эту срань, и я такой, типа, да, руки поднял, все. Бывает иногда я так делаю, но, блядь, есть разница между обычными тренировками каким-то в зале и чемпионатом мира по скилу. Мало кто проводит именно скилл-компетишн такого уровня, и когда вот есть какие-то правила, да, то есть надо как-то жестче к этому ставиться. Я не хочу сказать, что у них там плохое судейство, но конкретно вот в этом моменте и в следующих двух или трех моментах я прям был в ахере, насколько это было неправильно и несправедливо. Ну, хер с ним, то есть он и так не занял никакого места, вот этот чувак, но запомните, вот как он пришел, поднял ручки и ушел назад, тактически сойдя влево там на кубик. Смотрим, этот же челлендж делает Джо Хэндо. Понимаете, он его сделал, он его застикал, вопросов нет, его не скинуло ни туда, ни назад. Но вот давайте я вам покажу, как этот челлендж сделал Дэрил, и как этот челлендж сделал Тим, чемпион, вот смотрим. Теперь скажите, есть какая-то разница? Вот мне интересно, насколько вот у меня аудитория понимает в тех вещах, о которых я говорю. Вот напишите в комменты, вы видели какую-то разницу между тем, как исполнил этот челлендж Хэндо, и как исполнил этот челлендж Тим и Дэрил. Так вот, разница в том, что Хэндо сделал на пятки, он пришел тупо на насраные пятки. И ему засчитали, то есть все, круто, чувак, ты сделал этот челлендж. Чемпион и Дэрил сделали четенько в носки. Окей, у меня бы не бомбило, если бы Тиму засчитали второй челлендж, который он сделал вот так. There it is, look at those hips, that was beautiful. Да, там не было стика, да, это было плохо, ну, на самом деле плохо. Он пришел на носки идеальненько, и его доносило, то есть инерция еще догоняла, и его скинуло немного вперед, там, буквально на пару сантиметров, и он дотопал, да, там. Но, если бы он тянул на парапет не носки, а пятки, он бы стал мертв, потому что, короче, когда ты приходишь, если... Блядь, кто понял, тот понял, кто нет, то нет. Если кому интересно, могу в комментах ответить, почему я так говорю. Так вот, я продолжаю тему, почему меня бомбит, именно со скилла в финал. В конце концов, Хэндо и Тим сделали по одному челленджу, и у них по сумме баллов как-то вышло, что они, как бы, после финала получили одинаковое количество баллов. И им дали тайбрейк. При этом, очень важное уточнение, вот этот, вот этот приход плохой Тима, это был бы еще без тайбрейка, то есть он сделал его за свои попытки, скажем так, честно, данные ему. И Хэндо на этом челлендже, он даже близко не был до того, что он даже ни разу, даже на тайбрейке, он ни разу не затянул ноги наверх на манкуре. То есть, и на тайбрейке никто из них не смог сделать, потому что Тим, я так понял, он себе травмировал колено, там он прям сразу после окончания основных попыток на финале, он за колено так взялся, начал что-то тереть его, разминать, ну, мне кажется, что он реально травмировал колено. И, понятно, у него с болью в колене не получалось уже выдать ту мощь, которую он выдавал на финале. И, в конце концов, судьи такие, ну, окей, давайте разделим первое место между Тимом Чемпионом, который, по моему мнению, самый скилловый чувак на планете на данный момент, и, блядь, Джозефом Хэндо, который тупо Рагуль. Вот это мое мнение, он Рагуль, у него нету скилла, он очень быстрый, не поймите меня неправильно, я считаю его одним из самых быстрых на планете. Но в плане скилла он Рагуль, у него нету уровня того, который есть у Тима, у него нету уровня даже того, который есть у Дэрила, который занял третье место, блин. И вот это несправедливо, по моему мнению, то есть вот такие приходы засчитывать. И я по этому поводу списался с чуваком, ну, короче, там долгая история, как мы начали переписываться. С Англией такой есть Артур Фат, он очень крутой именно в скилле. Так, слишком сильное солнце вышло, и, короче, я пересел. Так вот, я с этим Артуром Санглией, который очень скилловый, я списался. И он мне говорит, ну, ты знаешь, ну, такие правила, что поделать? То есть никто из них, по сути, не сделал два челленджа, и поэтому, да, это все справедливо. Я ему говорю, блядь, окей, правила, а для чего судьи? Почему судьи не могли бы, к примеру, засчитать, что Тим практически сделал второй челлендж, а Хэндо не сделал? Почему судьи считают вот этот баунсбэк первого типа, про которого я говорю? То есть он тоже не застикал, он, по сути, он пришел, его отбило. Они считают Тима овершут, то есть он же остался на поверхности, он остался на той поверхности, на которую он должен был прийти. Почему они считают Хэндо приход на пятки? Он говорит, ну, что делать, там же не было условия, что надо идеально стикать. А как, блядь, стикать? Что значит не было условия, что надо идеально стикать? Ну, это пиздец, ну, реально. Мы, когда играем в Game of Stick, блядь, мы даже вот, мы не считаем даже приходы на серединку, а там засчитали приход на пятки. Это соревнования мирового уровня, и они считают приходы на пятки, блядь. Мы на своих просто там Game of Stick с Саньком, там, с Димоном, когда играем, у нас ты пришел чуть-чуть, там, даже не середина иногда бывает, а так очень на, ну, близко к середине, и мы еще думаем так, засчитать это или не засчитать. А они, блядь, считают. Ну, то есть вот это меня реально выбесило. И почему, объясняю, потому что если тебе не надо делать приходы на носки, тебе не надо делать идеальные стики, то ты сразу вот, вот и поэтому такие вот не скилловые чуваки, как Хэндо, могут соревноваться с Тимом, потому что похер, как ты придешь. Теряется очень большая часть скилла, когда не обращают внимания на то, какой приход ты делаешь, как ты его делаешь. И это абсолютно неправильно. По моему мнению. Может, у вас другое мнение. Может, ну, технически, да, я согласен с этим Артуром Санглии. То есть не было условия, что надо задержать идеально, короче, на носки. Но оно должно было быть. Вот в чем суть. На таком уровне должно быть условие, что ты должен, блядь, в финале стикать на носки. Если вы боитесь за то, что 5 попыток на эти дикие челленджи не хватит людям, тогда идти больше попыток. Какая разница? Кто умрет, если они сделают не 5 попыток за 10 минут, а 10 попыток? Они спокойно успеют использовать. То есть там люди, блядь, по 2-3 минуты тупо ходили, вот так вот что-то протирали, стены, потому что они понимают, что им 10 минут нахуй не надо на 5 попыток. Они могут 5 попыток сделать за минуту, блин. Вот это мои претензии к организаторам. Ладно, идем дальше. Так быстренько пройдусь по всем сырьям. Что меня очень удивило и порадовало, это, конечно, стиль. Я в прошлых годах как-то очень слабенько к нему относился. Ну, стиль и стиль. Но в этом году мне больше даже понравился стиль, чем скилл. Ну, именно из-за вышеперечисленных причин. В стиле все справедливо. Эд Скотт первым, Макс Энтел второй и этот Паттер, боже, фамилия какая-то ужасная, третий. Нейт Вестон даже в финал не прошел. Вот меня это удивило. То есть там уровень просто был запредельный. Какую дичи они кидали в финале на Биг Трик. Это просто надо видеть, чуваки. Я не буду вставлять сюда все, но я вставлю вот Макса Энтела, что он сделал. Смотрим. Псдец. Это первый раз, наверное, в мире, кто сделал два боковых на точность, по сути. Жаль, что он не застикал. Он три раза кидался, и это вторая попытка, я показал. И она была лучше всех, но не смог стикануть. Эд Скотт Биг Трик. Ну, он сделал Цукахару 360. Кстати, как вы относитесь, блядь? Да, это сложно. Это типа круто. Но, блядь, это гимнастика. Это Цукахара 360. Вот хочется вот каких-то вот тем, которые делали другие. Вот, к примеру, корк в два винта. Это что-то такое, блин, как по мне, оригинальное и реально мощное. Такого не делают гимнасты. Ты используешь как-то конструктив, блядь. Хотя он тоже использовал конструктив. Ну, короче, я считаю, что... Ну, вот мне не нравится то, что Эд Скотт сделал на Биг Трик. Я бы не ставил такие высокие оценки. Но в полуфинале его выступ был прям вообще зверский. Короче, я оставлю все ссылки на полные видосы в описании. Кто захочет, тот чекнет. Я все просмотрел. Не пугайтесь, что там 4 часа, 3 часа. Там если проматывать моменты заминки, когда ничего не происходит, там в час, в полтора все выйдет. А если проматывать еще женскую часть, то там вообще где-то за 40 минут можно все посмотреть. Ну, я посмотрел все. И женскую часть посмотрел. Ну, Сидни Олсен, конечно, молодец. Она скил выиграла, стиль выиграла. В стиле не было с кем ей соперничать. В скилле она соперничала с такой Камилой. Прикольная девочка. За год очень сильно прогресснула. Мне, кстати, ее понравилось. И как она в скилле выступила очень хорошо. Очень сильно. И на стиле она сделала такой Кэт. Вот с таким захватом за стену, блин, Кэт. Ну, вы видите, да? И перехватилась. И внутряк, боковухи. Круто. Ну, реально, для девочки это вообще, как по мне, очень крутой уровень. Да, в общем, мне понравились эти соревнования. Кроме тех моментов, от которых меня бомбит. Я очень рад, что их проводят. Очень хотелось бы туда попасть. Но, блин, 15 тысяч гривен в одну сторону билет это просто дичь. Я бы выступал в скилле, потому что я очень люблю это направление. В стиль мне вообще там не о чем даже говорить. Потому что там типа такое делали, что просто пиздец. А спид я никогда не любил, потому что, как по мне, это просто, блядь, какой-то колхоз, блядь. Тупо перебираешь ногами максимально быстро, чтобы... Ну, короче, мне не нравится. Там нету ничего того, что я использую в тренировках. Там нету кайфа, контроля. Там нету... Тупо вот у тебя длинные ноги, как у Хэнда. Тебя везет по жизни, блядь. Вы бы видели, как они там по трубам бежали по верху, там на второй трассе или на третьей была трасса. Там надо было по трубам наверху. Ё-моё, там, короче, чуваки тупо пятками по трубам на высоте, там, 2,5 метра. Ебаш, это вообще на похер. Вот, короче, это надо быть вот таким вот типом. У нас Влад есть, Басовский, если смотришь, привет тебе. Но вот он тоже, он на похере тупо вот так вот бежит, как Бадян. Вот тоже, привет, если ты смотришь. Тупо, блядь, на похере вот так ногу поставил, а там уже поебать, короче, сойдет. Я удивляюсь, как люди не умирают на таких пробежках. Ну, везет, везет. В принципе, все, не буду затягивать видео, потому что бы шонот мой не выгребет. Вывести его, а хочу залить на этой неделе. Поэтому вот мое мнение. Если вы смотрели, поделитесь своими впечатлениями. Если вы не смотрели, рекомендую посмотреть. Если что-то из того, что я сказал, было непонятно, пишите, будем обсуждать. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok